Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Ясь рыба капризная и непостоянная. Метать икру начинает только в воде, не менее плюс 9 градусов. Для нереста ясь ищет глубокие места, покрытые песком, глиной или галькой. Иногда нерест проходит не только в приточных водах, но и в вытекающих озер яичках. При солнечной и теплой погоде ясь мечет икру дружно и быстро, за 3 дня. При прохладной и ветреной погоде икра метания продлится до 3 недель. В апреле язи необходимо искать недалеко от берега. В это время его привлекают участки с корягами и водной растительностью. До начала нереста ясь активно питается, и ловить его на поплавочную удочку одно удовольствие. Если в начале апреля сохраняется холодная погода, то ясь может вернуться в привычные зимние места, а именно ямы, омуты и устья. При сильном ветре, мокром снеге ясь клюет очень плохо. Решающим фактором для успешной ловли язи в апреле является скорость течения воды, ведь при сильном течении прикормка не оказывает должного воздействия, и удержать рыбу в одной точке практически невозможно. Ловли этой рыбы в апреле ведется с использованием животных наживок. Классическим вариантом для ловли язи считается мотыль, опарыш и червь. На крючок насаживают сразу по 2-3 личинки. Среди других интересных наживок для ловли язи можно отметить жука-караеда, ручейника, муравейные яйца или сами муравьи. Ловят как на поплавок, так и на фидер, а также на спиннинг. Для успешной ловли язи в апреле на фидер понадобится сделать стартовый закорм рыбы. Для этого берут кормушку, наполняют ее прикормкой и производят заброс в точку ловли. Одним из плюсов фидера является возможность точного заброса прикормки в определенную точку. Для этого леску фиксируют на катушке с помощью стопора. Если вы ловите на спиннинг, то облавливаете участки на ямах, возле омутов, а также на границе перекатов и глубин. А вот блесну в этом случае ведут от струи в сторону ямы. Тип проводки зависит от конкретной приманки, но начинать ловлю лучше всего с равномерной проводки. При ловле язи в апреле на блесну можно использовать ступенчатую проводку. При ловле на воблеры может применяться рывковая техника, а при ужении на силиконовые приманки подходит классическая ступенька. Следуйте советам и присылайте фотографии и пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!